что необходимо знать давайте во первых как вы понимаете не нужно разбираться досконально в тематик я вас очень прошу это глупо здесь опять же нет уж и не надо я на жене будут ссылаться тоже не разбирается в фундаментах особо вообще даже я больше разбираюсь просто потому что я строил себе дом но блин он продает отличный все этого достаточно при этом сейчас они все равно делают отдел продаж звонильщицу и так далее просто есть скрипт продаж и все и дальше не надо никуда уходить если вы очень хорошо разбираетесь в ваших тематиках то это скорее минус нежели чем плюс у вас есть партнер который либо будет принимать звонки либо вы подготовить скрипт вопросов и ответов на часто задаваемый вопрос необходимо уметь продавать и готовить рекламные материалы это все что нужно уметь и если вы опять же вы это будете пытаться во всех нишах своих разобраться вы сойдете с ума ну что а теперь к аналитике ну собственно просто покажу табличку а дальше вы решаете сами как у вас должно выглядеть итак у нас есть маржа и мы стараемся во первых бить на те темы в которых у нас маржа большая ну собственно начиная от 10 тысяч рублей за единицу товара за единицу не единицу товара за и за единицу ну пусть будет покупки если хотите просто кто-то продает по 3 по 5 по 10 там того товаров сразу либо услуги как хотите просто короче должно быть с одной продажи 10 тысяч вам маржи хорошо ладно даже на партнеров даже на двоих фиг с ним но просто если вы например делите денег на рекламу пополам то это еще тоже живо применимо а если уж партнер вам подгоняет денежку то вообще идеально но тем не менее вы должны как-то вот эту маржу свою примерно представляете понимать с чего мне не нравится вообще мне нравится вот эти здесь есть айфоны здесь натяжные потолки здесь есть кроссовки еще вот видите это второй пункт где маленькая маржа и большое количество клиентов и конкурентов она всегда прямо пропорционально если не при порционально количество клиентов и конкурентов 2 столбца то значит это ниши инновационные это значит что к ним надо подходить совсем по-другому совсем по-другому рекламировать ну и там потом то есть есть много но и там надо много знаний здесь на ней нужно минимум просто запустите все при этом чем проблема первое это вложение в рекламу и время через сколько это все будет окупаться первым основным естественно мы будем смотреть на вложение в рекламу чтобы получить хоть какой-то доход более-менее приличный даже если убрать всех партнеров отсюда и сами не партнеры просто саму нишу да чисто психологически сейчас никаких представьте что партнеров нет никаких вообще сами по себе ниши эти ну как вы понимаете 60 тысяч рублей это столько куклу нужно вложить и получить какой-то н н или сколько-то денег столько же денег можно получить очень легко в других нишах вкладывая в разы меньше в пять раз меньше в десять раз меньше ну три раза даже меньше и меньше геморроя поэтому мы отказываемся от второго четвертого пункта надеюсь понятно ну 4 это инновационные всякие продукты ли просто которые о которых никто ничего не знает да в нашем случае естественно есть инстаграм мы там подобное но если опять же товар неизвестен вообще какому-то кругу лиц то этот товар лучше вообще от него отказаться и пока не рекламировать потому что сначала надо сделать медийную рекламу это стоит денег каждый раз когда люди приходят говорят у нас что-то инновационное я каждый раз в этой упираюсь вот маржа маржа получили большую все понятно клиенты конкуренты что это значит это значит что у вас прям пропорциональное количество клиентов и конкурентов например у вас много клиентов например есть больше десяти тысяч показов на вашем регионе по wordstat у это много мало это естественно мало но если вы выбираете его третий пункт до вложение в рекламу может быть минимум есть одна большая проблема это обычно цикл сделки длинный что тоже не есть хорошо но с этим еще можно жить в принципе но опять же на предоплатах да мы уже с вами это обсуждали и второй момент то что это специфичная специфика то есть саперпи системы запчасти для спецтехники там кучу разных подводных камней естественно с ними надо разбираться процент ну во всех нишах есть нюансы разумеется просто здесь нюансов больше вот и есть естественно широкие ниши типа свадьбы под ключ септики окна еще что там их кучу которые мы вам принципе будем давать и они более интересные актуальные на данный момент для того чтобы заработать бабки поэтому основном мы будем бить на 1 и 3 налить по аналитике как-то можно понять доходность партнеров или конкурентов все таки по партнеров можно определиться я расскажу сейчас чуть позже мы сейчас партнерам вернемся мы сейчас поверхностно именно партнерство разобрали партнеров как их искать и прочее я тоже расскажу по трафику и оборотке давайте тоже маленькую ремарочку когда мы с вами вкладываем деньги важно чтобы деньги обратно быстро приходили если деньги обратно к нам не приходят то получается мы вкладываем 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 непонятно куда то есть какую-то яму когда эти деньги обратно вернуться мы с К сожалению, не будем знать. Нам важно вложить в рекламу и, например, через 3 недели получить обратную прибыль. Или 2 недели. Или неделю. Если это затягивается на, опять же, месяц, я уже это говорил, да, но повторюсь, 2 месяца, 3 месяца, нас это уже крайне не устраивает. А если больше, то вы уже в рамки наставничества не попадаете. То есть, даже если вы сейчас просто сделаете лендинг, запуститесь, то, скорее всего, вы получите результат только, даже если мы что-то изменим, только через 4 месяца. Ну, не знаю, вас если это устраивает, то у нас нет. Вложение в рекламу предоплаты есть вариант. Ну, и, собственно, прямые деньги, если это быстрые деньги. Главное, чтобы это было где-то в районе 3 недели. Если деньги обратно не возвращаются в районе 3 недель, то, скорее всего, у вас большие проблемы в вашей нише. Опять же, это надо у кого узнать? У партнеров, у конкурентов. Потому что это все можно узнать. Этапы продаж и прочее, когда деньги получаются, легко узнается, даже если вы просто погуглите в интернете. Что многие, кстати, из вас даже не делают. Ну, и для тех, кому трудно начать, давайте разберемся. Первое. У нас есть себестоимость, у нас есть прибыль. И есть стоимость одной единицы услуги. Вот, например. Понятное дело, что, ну, или оказанные услуги, если хотите. У нас есть там внутри какая-то себестоимость и прибыль, которую можно разделить на две части. Это прибыль партнера и ваша прибыль заказа. При этом реклама может быть как только ваша, она может быть партнера, может быть 50 на 50. И какая-то чистая прибыль, заметьте, она именно идет на вас. То есть, вы можете считать на кого угодно прибыль, но самое адекватное – это считать на себя. Глупо считать на что-то другое. Ну, думаю, тут тоже все понятно, да, особо сильно останавливаться не буду. Если будут вопросы, я на них сейчас отвечу. Дальше. У нас есть с вами некоторые истории. История связана с тем, что мы не должны заниматься почти всем. Ну, то есть, если вы сейчас попытаетесь заняться сразу всем, вот этим, а это практически все, что вам нужно для идеального бизнеса, у вас ничего не получится. Мы будем заниматься только верхней частью, это трафик, показы, переходы, касания, предоплаты, оплаты. Исполнением обязательств мы заниматься не будем. Единственное, что мы еще сюда добавим, это воронку партнеров, но даже не поставщиков. Потому что партнеры нам помогают с исполнением обязательств, возможно, поставщики понадобятся, возможно. С ними тоже можно легко найти диалог. Но при этом исполнение обязательств мы с себя снимаем, то есть, если у вас будут вопросы именно с этим связаны, я вас выпарю. И должностные инструкции сотрудники. Да, сотрудники нам понадобятся. На каком-то этапе они понадобятся, но не на первом. На первом нанимать сотрудников – это довольно глупо. Нам нужны просто какие-то фрилансеры, если понадобится, где-то что-то оплатить, но не дальше и не больше. Потому что сотрудники – это, да, это экономия времени, да, это экономия и денег, и заработок денег. Я уже об этом, кстати, тоже говорил, когда свой пример приводил. Но у них есть должностные инструкции, и они получают за какие-то деньги в течение, ну, например, 1000 рублей в час, 2000 рублей в час, 5000 рублей в час, ну и тому подобное. Мы от них постараемся изначально отказаться, потому что они нам будут только мешать. Потому что они пока будут вливаться в процесс, то пятое-десятое, да вы сами будете вливаться в процесс, ну и получается одно на другое, в принципе, вы просто наложите. Как итог, если мы запустим один какой-то проект с шансом 1 к 4, мы получим прибыль. То есть нам надо запустить с вами 4 проекта по сути. Кто-то из вас получит с первого же проекта деньги, и все будет нормально. Кто-то получит с первого проекта заявки, со второго проекта деньги. Это тоже нормально. То есть здесь с вауэффекта не получится. Даже самое страшное, что может случиться, это четвертый проект. При этом, когда вы вкладываете только в рекламу, а остальное все у вас есть, то, как бы, камон, почему бы и не попробовать. Поэтому потратив 20 тысяч рублей на 4 проекта, даже 80 тысяч рублей, если вы получите с одного проекта 90 тысяч рублей, то вы получаете все равно деньги, опыт и статистику. Это идеально. И самое главное, что это получается единоразово. Если у вас этот бизнес будет приносить каждый месяц такие деньги, то вы на второй месяц уже отобьете и наставничество, и все, что хотите. А на третий месяц можете уже думать о подарках или о том, как увеличиваться. Потому что просто на одном месте стоять это глупо. Это как пловец, который течет против, господи, гребет против течения и пытается еще остановиться на одном месте где-то быть. Надо как-то ускоряться, все равно двигаться. Потому что, когда вы не гребете, вы все равно течете, как некоторое вещество, назад, а не идете вперед. Ну и, собственно, этот проект можно будет запускать на несколько партнеров в нескольких регионах, как вы понимаете, как делает Женя, например.